Аппаратные совещания начали с темы поддержки многодетных семей. На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о статусе многодетных семей и гарантиях, которые действуют для них по всей стране. Это предоставление государственных пособий и выплат в связи с рождением и воспитанием детей, предоставление мер поддержки в сиротрудовых отношений, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости в связи с рождением и воспитанием трех и более детей. В Ульяновской области действует 45 мер поддержки многодетных семей. Благодаря им многие решаются стать родителями трех и более детей. От детской темы перешли к решению коммунальных задач. В Ульяновской области модернизируют объекты коммунальной инфраструктуры. По поручению президента реализуется программа дегазификации объектов соцсферы и домов. В Министерстве ЖКХ и Строительства была проведена инвентаризация твердотопливных котельных на территории Ульяновской области. И на сегодняшний день мы определили семь таких котельных, которые в первоочередном порядке требуют перевода на газовое топливо. На эти цели выделено 100 миллионов рублей. Эти котельные расположены у нас на территории пяти муниципальных образований. До весны еще больше месяца, а в Ульяновской области уже начали готовиться к паводку. Особое внимание уделяют гидротехническим сооружениям, дамбам и плотинам. 38 таких сооружений в регионе никому не принадлежат, поэтому находятся в зоне особого риска. Что мы делаем по этому поводу? Мы разработали план мероприятий по безопасности этих гидротехнических сооружений и направили их в Ростехнадзор. Также у нас составлен план осмотра этих гидротехнических сооружений, которые уже с конца февраля мы начнем проводить их осмотр совместно с МЧС, совместно с Ростехнадзором. Продолжается реализация региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов. В этом году отремонтируют 103 дома на сумму 45 миллионов рублей. Главный ресурс для такого ремонта – средства собственников. Одним из основных векторов деятельности фонда модернизации является повышение финансовой устойчивости и стабильности региональной системы капитального ремонта на весь период ее действия. Так, для обеспечения принципа возвратности, снижения финансовой нагрузки на собственников и проведения капитального ремонта домов, введенных в эксплуатацию уже после утверждения региональной программы, срок действия региональной программы продлили до 2053 года. На совещании губернатор жестко раскритиковал всех, кто отвечает за уборку снега в городе и область. Алексей Русских потребовал расширить магистрали, парковки, подъезды к магазинам и торговым точкам. Снег должны убрать в ближайшие дни. Говорили о борьбе с пожарами. В планах купить 19 беспилотников, с помощью которых можно будет мониторить ульяновские леса в опасный сезон и выявлять очаги пожаров. 10 февраля ульяновцев приглашают на лыжню России. Главная массовая гонка состоится на стадионе «Заря» в 11 часов. Победителям вручат кубки и грамоты.